под большим впечатлением от вчерашнего видео от alex 007 величайший ядерный взрыв в истории starcraft 2 который был сыгран на ем я просто был в восторге на самом деле это было реально величайший ядерный взрыв просто посмотрите еще раз на него и это меня вдохновило на новые подвиги starcraft 2 я решил попробовать ранние ядерные удары правом нижнем углу на карте сабмарина стартует наш прод ну а в левом верхнем углу стартует тиран который задумал что-то неладное задумал наделать ядерных атак пробка пришла на разведку очень рано поэтому придется хитрить придется придумать какой же нам сделать план чтобы он не смог догадаться что это действительно будет ядерная атака потому что если соперник сто процентов знает что это ранняя ядерная атака ему будет легко ее разведать и мы обогнув эту пробку смогли сбежать смогли сбежать и готовимся начать ставить прокси кстати именно в этой игре у меня родился билд как можно сделать очень креативную ядерную атаку посмотреть мы открываемся в два газа ранних то что нам нужно будет много газа на гавстов и дома мы делаем барак стенку делаем марика то есть полную защитную нашу установку все вроде бы хорошо но мы показываем что мы все таки будем тебя давить дорогой протус будь готов будь готов к нашей атаке тем временем в углу карты зарождается следующая часть нашего плана это наш прокси барак на котором будет техническая лаборатория техническая лаборатория нам конечно предоставит возможность сделать гастов они нам понадобятся чтобы кидать ядерные атаки дома тем временем ничего особого не происходит хитрого просто делаем мариков мы показываем что мы делаем мариков протас не бойся мы просто делаем мариков и пойдем на тебя в атаку в лоб здесь же нам нужно естественно построить factory но так как протас не может к нам залететь спокойно смотреть что у нас делается дома мы строим джост академии и делаем в ней сначала инвиз а затем нюк нашу ядерную ракету потому что мы готовим армагеддонную атаку начинаем делать гастов и делаем апгрейд на конкасе в шелы это замедление у мародеров сразу делаем старпорт и вот здесь у нас зарождается наша атака это очень очень креативная классная атака который будет очень тяжело отбить нашему сопернику и к ней даже есть продолжение если что в виде танков но здесь мы наделали достаточно маленького знаем что адепт следит адепт следит будет ли у нас выход или нет и наша задача прогнать наша задача прогнать адепта и показать что мы выходим что мы выходим в атаку все процесс понимает что это будет атака это будет атака в лоб и он начинает готовиться начинать ставить батарейки все вы знаете что батарейки это очень жестко через них невозможно пробиться они отхиливают полностью все жизни армии протасов и они просто бессмертные под батарейками поэтому нужно креативная атака и у нас такая есть посмотрите загружается наш медивак в него мы садим три мародера и гаста и он полетел и у нас начинается такая вот вещь посмотрите это идет атака а сначала прибегают марики начинают напрягать просто он уже так упоминает нет на меня пришли в лоб надо надо сосредоточиться но тем временем сюда кидаются мародеры протас конечно же отвлекается посмотреть что происходит о нет здесь мародеры но мародеры сразу же собираются и улетают а тем временем наш секретный агент наш секретнейший агент готовит ядерную атаку тем временем как идет фантастическая микро мародерами просто подымаются и выпускаются мародеры у нас летит ядерная атака и взрывает посмотрите вайдрей взорвался потонка вся минеральная линия сгорела а просто какой-то пожар протас такого не выдержал он не смог дальше терпеть вот этого оттерана и просто был уничтожен ядерной атакой но следующий соперник зерк оказался хитрее оказался сильнее и хитрее на карте дэш аура он появился в левом верхнем углу ну а мы в правом нижнем мы будем делать все по тому же плану как и раньше как раньше мы собирались сделать гастов только в этот раз мы не полетим на медиваки зергу легко заметить медивак у него по всей карте оверлорды он понимает просто откуда на него полетит атака его вряд ли можно так удивить поэтому мы будем играть в очень большое количество гастов и большое количество ядер в этой игре вас ждет очень много ядерных атак просто приготовьтесь начинаем готовить ядерные атаки и одновременно с этим мы выходим с базы наши секретные агенты просто идут просто идут готовить свои ядерные злоумышленные атаки посмотрите они идут через всю карту невидимые то есть теперь их оверлорд не может заметить в отличие от медивака медивак сразу видно но вот этих парней сразу не видно и мы знаем всегда что зерга три базы три базы к этой минуте и можно разбежаться на разные базы и успешно разбежавшись мы начинаем сразу две ядерные атаки при этом у нас идут две ядерные атаки на основные базы и третий гост у нас отвлекает на третьей базе чтобы зерк не мог не мог точно среагировать он понимает он понимает примерно где ждет гост и год появляется секретный агент не смог стать секретным и просто отдался на лингах зерк вроде бы успокоился но не тут то было это было две одновременные ядерные атаки он просто разрывался посмотрите барбекю просто барбекю из дрончиков это фантастика это фантастика на самом деле это атака которую я точно не ожидал но он понимаешь на принципе у него дрона хватало хватало и можно продолжать дальше можно продолжать дальше тем временем террин развивается и готовит новые ядерные атаки смогут ли они ему помочь сможет ли зерк пустить его опять на свою территорию вы конечно скажете что нет но один наш секретный агент затаился он затаился на базе зерга и он ждет свой звездный час его звездный придет совсем скоро посмотрите академия заканчивает производство ядерного оружия и она готова она готова и остается только нанести ядерную атаку смотрим смотрим за этим ничего не подозревающий зерк понимает последний момент что нужно уводить нужно уводить дронов но он ошибся атака идет как раз таки сюда и все дроны полегли во второй раз грустная квина возвращается грустная квина возвращается к своим делам она понимает что мир уже не будет прежним но также поймет все это оберы на этой базе это еще одна ядерная атака просто посмотрите ошметки зергов повсюду ошметки зергов повсюду такие просто сверх естественные ядерные атаки они просто крушат бедного зерга и зергу ничего не остается кроме как готовится готовится к заключительной атаке и заключительная атака конечно же терра найдет найдет заканчивать игру найдет показать что не просто так вся эта была ядерная войнушка но вы знаете были могут могут предоставить терну свои так сказать услуги и взорвать взорвать половину его армии уничтожить его танки и терну уже дальше будет тяжело тяжело но конечно же у терра на есть туз в рукаве это госты секретные агенты которых просто зерк уже боится зерк понимаете он за всю игру натерпелся столько от этих ядерных атак что теперь он он не знает он не знает что делать он знает что где-то есть ядерные агенты и стоит стоит беречься стоит очень быть аккуратным и не попасться под ядерные атаки поэтому ядерные атаки уже буквально для того чтобы зонировать зерга напугать его еще раз и под вот этот взрыв вот вот это вот замечательную атаку мы идем заканчивать игру вот такие вот у нас сегодня классные насыщенные ядерные секретные агенты были сегодняшних играх и с вами был ваш тет надеюсь вам понравилось всем до новых встреч а